Так все легко, просто приезжаем, подходим к своему оператору и все. Главный вход самого отеля и вот такие вот офигенные горы, которые очень далеко куда идут. Прям идут, идут все дальше, дальше, дальше. Вот еще самая большая игра. И вот там сзади, это уже сколько-то километров, километров, наверное, около 10-20 даже. Там дальше горы, горы, горы. Кому-то достался вид на море, нам вот такой, горы тоже прикольно. Там у нас центр, туда надо будет ходить. Ввели масочный режим 9-го числа, 9-го августа. Ой, сентября. И каждый день, вот когда пополняют запас холодильника, приносят вот такие два набора. Это наборы, в общем, маска, перчатки и дезинфекция. Там этот баллончик, вот такие вот штуки пополняют. Вот так вот. В масочном режиме везде вот такие таблички, что где стоять. И даже вот определились они, что два человека максимум в лифте теперь помещаются. Вот такие дела. В лифте есть такие точки, куда надо типа вставать, если зашло два человека. Максимум два в лифте. И в туалете написано три человека максимум, мужской и женский. Сейчас покажу. Три человека. Не вид из нашего балкончика. Входной. И вот горы. Вот так вот. Ночной город. А какой ночной? Сколько сейчас? 29 часов. Никого нету, да? Вообще бипет. Классно. Море, море, море. Литов, конечно, хороший. Идем на море. Сегодня четвертый день. Или пятый. Пятый. Пятый день. Так что идем. Ребята ходят в масках. Ну, я хожу в маске тоже. Но половина ходит без маски. Даже турков. Сами тут живут и ходят без масок. В отеле все ходят вообще без масок и не парятся. Хотя на территории, нам сказали, на ресепшен надо одевать маски. Ну, в город, на всякий случай, я иду в маске. Сейчас пойду посмотрю, туры какие есть. Надо куда-нибудь съездить, посмотреть. Вот такие, друзья, у нас дела на отпуске в Турции. Это, еще раз повторюсь, или если я не говорил, что первые границы, которые открыла Россия с Европой, это у нас Восточная Европа, это Турция. И все русские туда ломанулись. Вот так вот. Так что, ладно, сейчас посмотрю туры и схожу на базар, куплю клубнички. Вот так. Купил клубнички. И вы не поверите, там цена просто копеечная. Не то, что в России. В России клубника стоит очень дорого. Я вам цены где-нибудь на экране вот тут вот покажу. Вы просто обалдеете от цен. Просто дешевая. Ее можно тут покупать килограммами. И это сто... Я вот как раз-таки взял один килограмм, и мне вышло, наверное, рублей 80. Может быть, 100. По рублям, если перевести. Я покупал, сходил, поменял доллары на лиры. Кстати, очень много монет я наменял. Всяких турецких. Тоже вам обзорчик небольшой сделаю. В общем, все. Вот так вот. Как хорошо пришел в номер. Сосунул клубничку, и каждый день у вас пополняют обычная вода минеральная и фанта-спрать кока-кола. Каждый божий день. Так это удобно, и не надо ходить на ресепшн. Влин, на ресепшн, в кафе какой-нибудь. В общем, пойду в бассейну отдыхать. Вот так вот. Кататься на корабле. Да. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон»